Добрый день! На телеканале НИКО Новости, студия Сергей Коробков. В нашем выпуске. Калужская область снова в лидерах. Интерфакт согласил результаты исследований российских предприятий. Доброта будет оплачиваться. Патронатные семьи для тех, кому нужна помощь. И не больно, и не страшно. В калужских школах появятся новые зубные кабинеты. Теперь об этих и других событиях подробнее. Все государственные услуги в одном окне. Еще несколько лет назад это казалось недостижимой мечтой. Сейчас уже в России 850 подобных организаций. Сделано это в первую очередь, чтобы избавить людей от долговых выхождения по инстанциям и сбора документов. К тому же это снижает административные барьеры для юридических организаций. Контроль над процессом перехода страны на новую форму работы с населением осуществляет премьер-министр Дмитрий Медведев. На очередной встрече с главами регионов в режиме видеоконференции были подведены итоги этой работы. В Калужской области уже 15 многофункциональных центров, а до конца года появится еще 5. Уже на этой неделе они откроются в Ферзиковском, Юхновском и Тарусском районах. Всего же к концу 2015 года планируют создать 33 центра. Кроме того, появится несколько десятков удаленных рабочих мест на базе сельских библиотек и администрации сельских поселений. Следующий год у нас будет достаточно серьезная работа именно с точки зрения увеличения количества услуг. Планируем, что таких услуг будет около 30. На сегодняшний день в головном МФЦ оказывается 86 услуг различного уровня. Это и федеральные, и региональные. Наши услуги, которые предоставляются в филиальной сети, это 20. На конец года следующий год это 30 услуг как минимум. Калужская область вошла в пятерку лучших регионов России с точки зрения эколого-энергетической эффективности. Рейтинг составлен Международной информационной группой Интерфакс. Оценивалась деятельность 4000 предприятий из всех российских регионов. Учитывались воздействия оборудования на окружающую среду, прозрачность экологической отчетности компании, количество продукции, произведенной на единицу затраченной энергии и природных ресурсов, изменения эффективности с 2000 года. Помимо нашего региона в пятерку лидеров по итогам прошлого года вошли Чувашия, Бурятия, Орловская область и Республика Марий-Эл. В областном парламенте окончательно сформировано проект обращения в Государственную Думу. Специальная комиссия подготовила законодательную инициативу о внесении поправок в федеральное законодательство. Они призваны помочь навести порядок в сфере миграционной политики. Документ запрещает выдавать разрешение на работу иностранцам с непогашенной судимостью, предусматривает штрафы за нелегальное пребывание на территории России и за несвоевременное уведомление о привлечении трудовых мигрантов к работе. Поправки отменяют квоты. Их должен заменить конкретный перечень организаций и специальностей, который на уровне субъектов определит, кто может привлекать на работу иностранцев и на какую вакансию. Работодателей поправки обяжут вносить за иностранцев залог, обеспечивая им достойные материальные жилищные условия и медицинское обслуживание. Еще один пункт вводит уголовную ответственность за фиктивные браки. Что касается кодекса об административных правонарушениях, то здесь мы предлагаем ввести еще один субъект административного правонарушения, это гражданин. Потому что гражданин является сам по себе субъектом как раз и приглашения иностранного гражданина в Российскую Федерацию. До этого в административном правонарушении фигурировали только субъект должностное лицо и юридическое лицо. И в данном случае гражданин уходил от ответственности административной. Проект обращения теперь будут рассматривать по комиссетам, после чего вынесут на утверждение областного парламента, а уже затем направят в Государственную Думу. Патронатные семьи для пожилых людей и инвалидов получат материальную поддержку. Соответствующий законопроект приняли депутаты законодательного собрания. Люди, которые не могут сами позаботиться о себе, будут получать домашний уход, а опекуны около двух с половиной тысяч ежемесячно. Сейчас в области на постоянное или временное проживание в семьи принято 25 человек. Пока безвозмездно, но в планах на основе договора. С одной из таких семей познакомился Вячеслав Леденев. Гости у Тамары Ивановны бывают не часто, а потому каждый визит, пусть и журналистов, большое и волнующее событие. Конечно, общения не хватает, признается хозяйка, но, по крайней мере, она не одна. С давней подругой Валентиной Грузиновой они живут вместе уже семь лет. Ну, вот у нас это приемничек, хорошие передачи бывают, виражи времени Андрей Дементьев ведет, мне этот, как его, Михаил Велер, Виктор Татарский, и эта песня по заявкам. В нашу гавань заходили корабли, станушки разные слушаем. Вот так время проходит. Дружили еще их родители. Сами же подруги долгие годы работали вместе. Тамара Ивановна помогала своей соседке задолго до ее переезда. Тогда она еще могла видеть. Вот, у нас проверили, сказали, кто рактор, вторичная глаукома и близорукость. И все, говорят, мы не можем больше ничего. Ну, вот, ну, это, я говорю, папочка, пойдем ко мне, потому что я каждый день не смогу. Вот, ни туалета, ни, как говорится, воды в доме нет. Все, тебе будет попроще. И потом я буду знать, ты накормлена или как, что у тебя. Сейчас в области 25 человек, принятых в семьи. Одобренный депутатами закон позволит создавать их на основе договора. Опекуны смогут получать около 2,5 тысяч каждый месяц. Также доходы семьи будут пополняться за счет пенсии и льгот, взятых на попечение людей. В России подобного закона нет. Калужане сделали первый шаг в решении проблем стареющего населения. Проблема очень сложная. Как ее решать, пока никто не знает. Но мы пошли на то, чтобы принять этот закон, с тем, чтобы помочь хоть каким-то сейчас поживым людям, с тем, чтобы посмотреть, что из этого получится и как дальше его регулировать, и сколько на это надо будет закладывать денег в будущем бюджете. Это правильный крестик. Крестик, правильно. Правильно, он там, да. Господи, благослови. Помоги. У Валентины Александровны своя отдельная комната. На проживание здесь она получила благословение священника из Троицкого храма. Каждый месяц он приезжает, чтобы исповедовать подруг и посмотреть, все ли у них в порядке. В ожидании гостя они ходят в храм, занимаются домашними делами и слушают любимые передачи. Ждать за дверью шаги потом, мы не сможем бежать потом, а сейчас мы одни. Вячеслав Леденев, Сергей Фондиков, телекомпания НИКА-ТВ, Дзержинский район. Городская дума готовит преемников. В рамках соглашения с Калужским филиалом Российской правовой академии депутаты встретились со студентами юридического факультета. Круглый стол по развитию местного самоуправления – только начало взаимовыгодного сотрудничества. Академия готова предоставить народным избранникам аудитории для проведения открытых лекций. Городская дума, в свою очередь, откроет двери для будущих юристов на свои заседания и публичные слушания. Система местного самоуправления сегодня страдает от нехватки специалистов. Ковать кадры решено прямо со школьной скамьи, возобновив выборы среди старшеклассников. Следующей ступенью для начинающих законотворцев глава городского самоуправления Александр Иванов назвал молодежную городскую думу, баллотироваться в которую самые активные студенты смогут уже в следующем году. Чтобы потенциальные будущие кандидаты в депутаты могли познать вкус вот этой законно-творческой работы. Ну, в первую очередь, юристы сидят, это, я считаю, они первые кандидаты. Потом мы считаем, что надо из числа рабочей молодежи. Будет интересно, буду следить за новостями, возможно, буду участвовать в выборе. Сейчас очень много, на самом деле, проблем в нашем городе, и в частности, молодежи. Возможно, это будет что-то связано с правовой сферой, с той сферой, в которой я работаю. Без страха и боли в калужских школах стоматологические кабинеты вскоре полностью переоборудуют. Процесс зуболечения будет проходить без боли и с комфортом, причем как для учащихся, так и для самих специалистов. Яркий пример – школа номер 30. Там новую установку уже опробовали в деле. Антон Липовский убедился – лечить зубы можно качественно и не отвлекаясь от учебы. Какой кабинет самый страшный для любого ученика любой школы? Ну, конечно, после кабинета директоров. Это стоматологический кабинет. Правда, в 30-й калужской школе теперь уверяет – эта процедура, скорее, будет более безболезненной и даже может быть чем-то приятной. Раньше за этой дверью стоял страшный аппарат УС-30 из серии тех, которыми пугали в старых фильмах ужасов. Теперь это, если и неприятный, то абсолютно безобидный процесс в комфортных условиях. Первый Б-класс – урок чтения. Машу Томилину вызывают к стоматологу. Та, нехотя, соглашается. Первоклашка, понятно, боится, нервничает, подергивает ногой, но, как выяснилось, позже не от боли. Это был просто страх. Зубы лечить хорошо, теперь это и не больно. Будут заветиться своим друзьям. Некогда в самом страшном кабинете теперь удобное откидывающееся кресло, современное словацкое оборудование. Пломбы здесь устанавливают из быстро сохнущих материалов. Для сравнения, раньше бор вращался 30-40 тысяч раз в минуту, теперь 300 тысяч. Зуб при такой технологии режется и плавится. Лариса Шмелькова уже 12 лет меняет поликлинический кабинет стоматологии на школьный. Плюсов, говорит, столько, что и сравнивать нечего. Во-первых, нет такой вибрации. В наконечниках уже подведено и охлаждение воздушное, и охлаждение водяное. Шумовые эффекты намного снижены. Компрессор работает тихо, машина сама работает по себе тихо. Потому что это было очень озвучено в соседних кабинетах, все было слышно. В этом году такие кабинеты появятся еще в 12 школах. В течение следующего постараются оборудовать словацкими чудо-аппаратами и все оставшиеся в городе. Стало это возможным благодаря включению школ в программу модернизации здравоохранения. Если мы переоснастим эти кабинеты, а уже пошел процесс, то называется так называемая шаговая доступность. Не надо родителям приезжать с ребенком к нам на Вилоново 35, загружать транспорт, отвлекаться в рабочее время. Учебный процесс не нарушается. И здесь дети не только получают медицинскую помощь, но наш доктор занимается профилактикой. Условия простые. Со школы отремонтированное помещение, с областной поликлиники, оборудование и специалист. Если раньше родители боялись отпускать свою чадо к зубному, то теперь кредит доверия должен заметно вырасти, как и здоровые крепкие зубы. Антон Липовский, Александр Бурылкин, Дмитрий Куницын, телекомпания НИКТВ. Уроки мужества для аудитории в погонах. В преддверии Дня Героев Отечества, он будет отмечаться 9 декабря, учащимся Калужского многопрофильного и политехнического колледжей рассказали о земляках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе. Героем может стать каждый, считает председатель боевого братства Александр Одиночников. И на военной службе, и на гражданской должности. Главное не забывать о традициях и воспитывать в себе благородные качества. Когда-то подобные встречи с ветеранами повлияли и на самого Александра Владимировича. Он стал военным, участвовал в боевых действиях. Теперь делится жизненным опытом с молодежью. Особенно ему запомнилась реакция девушки после одной из таких встреч. Она говорит, что после вашей встречи я узнал, открыл для себя войну в Афганистане. Я открыл для себя, как наши солдаты воевали, геройски воевали, в каких трудных условиях они воевали. И для меня это будет память на всю жизнь ваша встреча. Я вам очень признателен. Я, конечно, когда услышал, я сам не ожидал такой оценки. Встреча закончилась, можно сказать, на мирной ноте. Чтобы разрядить обстановку, девушкам предложили перемерить Паранжу – национальное женское деяние Афганистана. Следователи ищут очевидцев. По факту ДТП, которое произошло вечером 30 ноября на Аграбцевском шоссе, возбуждено уголовное дело. Напомним, начальник одного из отделов ГИБДД насмерть сбил пешехода. Всех, кто видел произошедшее, просят откликнуться по телефонам следственного отдела по городу Калуге 75 13 16 или 75 13 18. Как сообщили нам в областном УВД, по данному происшествию была проведена служебная проверка. Полицейский уволен в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Руководящий состав управления ГИБДД привлечен к дисциплинарной ответственности. Мера пресечения в отношении подозреваемого не избиралась. Историческое событие в мире калужского спорта. Областная женская команда по волейболу, состоящая из слабослышащих спортсменов, впервые в своей истории стала обладателем Кубка России. Большую победу финальной серии наши девушки одержали в Красноярске. Если брать этот год в целом, то он вообще стал самым урожайным на результаты. Анна Илюхина, Ирина Прапорщикова и Анна Усова в составе сборной взяли бронзу на Сурдолимпийских играх. Далее последовал чемпионат России, где впервые в истории калужского волейбола было завоевано третье место. И, наконец, впервые завоеван Кубок России. Сурдолимпийские игры, чемпионат России, Кубок России. Будем продолжать в том же духе. Вообще, этот год для нас исторический. В прошлом году мы заняли третье место, а в этом году впервые в истории мы выиграли. Я очень этому рада. Мы, во-первых, почувствовали себя уже победителями. Уже другие чувства. Чувства гордости. То мы все-таки лучше. А как обрадовывали, но плакали. Плакали от счастья. За 12 лет работы Наталья Усова смогла привить в своей команде дух настоящих победителей. А потому главная задача – не опускать взятую высоту. Ведь удержать победу порой бывает сложнее, нежели ее завоевать. Тему «Петард» и опасности использования пиротехники поднимут в программе «Главное». В гостях у ведущих сотрудники МЧС, которые напомнят основные правила безопасности во время новогодних праздников. Горячий сезон наступил и для волейболистов. Успехи наших игроков в студии оценит президент клуба АК Игорь Лубочкин. Также в программе затронут проблему заболеваний животных. Компетентным мнением поделятся специалисты комитета ветеринарии. Прямой эфир начнется в 20.00. Телефон в студии 557799. Эфир продолжит прогноз погоды. А у меня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!